Наринмар принял эстафету Победы в столице региона. Прошел традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут Победы протяженностью в 1,5 и 2,5 километра преодолели сотни школьников, студентов и взрослых. Легкоатлетический пробег в честь Дня Победы был запланирован еще на 8 мая, однако из-за холодной погоды его пришлось изменить. А вот сегодня участникам эстафеты с погодой очень повезло. Первыми испытать трассу довелось малышам, учащимся с 1 по 4 класс. Маршрут пролегал по центральным улицам города – Ваучейского, Смедовича и Полярной. На время забега их перекрыли для автотранспорта. На дорогах уже нет луж и снега, поэтому бежать вдвойне приятнее. Об этом говорит Залина Ибрадимбекова. Ее первый забег прошел в родном поселке Индиго, где она стала второй. Нынешний маршрут хочет пробежать с лучшим результатом. Мы бежали 2,5 километра и мы бежали до аэропорта с ДК, это с Дома культуры. Бежали до аэропорта и обратно. Какая там была, весь асфальт, а там почему бежали? Там была гляша, сыра, снег и бежали так. Константин Коков делает ставку не на условия трассы, а физическую подготовку. Осенью прошлого года он выполнил норматив мастера спорта по северному многоборью. Трасса сложная, асфальт, тяжело бежать. А так, в принципе, не короткая дистанция, я уже сказал. На старт трассы в 2,5 километра выходят школьники старше пятого класса, студенты и все желающие. У каждого свой интерес. Спортсмены сдают нормативы на получение разряда, кто-то улучшает результаты прошлых лет. Егор Евтысый, первым переступивший в финишную прямую среди участников второго забега, пришел на эстафету удвоить победу. В прошлом году я был в армии, а после прошлого года он будет объявление результатов. И в этот год я тоже первый. Пришел, узнал, что первого займу и все. И выиграл. Успокоиться все просто. Как готовился? Каждый день тренировки, не пропуская. А что все тренировки включает? Бег. Просто чисто бегать и все. Сколько в день пробегаешь? Минимум 10 км. По результатам соревнований определены тройки победителей среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях. Им вручили грамоты и победные кубки. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!